всем привет кто зашел на мой канал меня зовут наташа и сегодня видео будет ароматная как вы поняли по названию и болтать мы будем про парфюмы которые уже давненько в моей коллекции и они прекрасны так или иначе но я не могу с ними подружиться не могу их носить хоть какие-то из них мне прям симпатизирует если честно и давайте начнем сразу хочу сказать если здесь увидите какой-то свой любимый аромат не обижайтесь мы все разные опять-таки повторяюсь что можно доверять парфюмерии только собственному носу потому что тысячи человек мне кажется один аромат может слышать по-разному начать хочу вот с такого аромата довольно таки популярного и по моему 2019 года это у нас раша французский бренд аромат называется bizons насколько я знаю это перевыпущенная версия какого-то уже ранее выпущенного bizons а я не буду ничего об этом вам говорить потому что в этой теме я не профи и не знаю покупала все ароматы я покупала эти вслепую больше я стараюсь так не делать либо делать так пореже либо тщательно подходить к пирамиде как-то поначалу я как-то так рьяно все скупала вслепую не обращая внимание на какие-то мелочи какие-то нюансы какие-то нотки маленькие которые возможно не дают мне подружиться с этими прекрасными парфюмами и так флакон флакон потрясающие возможно ради флакона только я и заказала ну потому что для коллекционера хотя я не скажу что я какой-то коллекционер я хочу чтобы у меня в шкафу были ароматы которые я ношу хотя бы изредка они те которые я вообще не люблю и они у меня стоят просто так набирают силы скажем так и чего-то ждут и занимают место опять-таки кто-то здесь и вишню слышит и вишневую косточку и как то я поначалу тоже что-то такое начиталась это же что-то такое все слышала насколько мы подвержены вот мнению бывает друг друга и так далее но в один прекрасный момент как-то меня вот так вот щелкнуло переклинило и я перестала слышать все то красивое что про него говорят для меня это какая-то больше мужская казалось история аромат для меня очень мускулино-пудровый и здесь есть такая явная кислинка возможно это древесность с мускусом именно так вот замешаны и чем больше проходит времени с момента нанесения вот этого парфюма тем хуже он не пахнет мне хочется быстрее уйти из этого места шлейф у него очень хороший не длинные но громкий громкий шлейф один пшик и у меня пахло на все помещение где я сделал этот пшик здесь у нас и груша бергамот не роли гелиотроп фрезия роза ваниль мускус дерево опять-таки повторюсь что вот этот мускус здесь он очень для меня ощутимый очень явный если аромат и ванильные как заявлено в первых рядах то ваниль это в перемешку знаете с чем-то таким мужским одеколоном каким-то вот даже немножечко из прошлого немножечко из ретро не знаю что затмевает мне здесь все эти красивые ноты очень бы хотелось как-то с ним подружиться но никак пока не складывается хотела подбросить так сказать закинуть удочку мужу как бы если я его слышу таким мускулино-мужским говорю может быть ты будешь пользоваться но он зафукал его и в общем то нет 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 такой первый ароматик но очень красивый флакончик мне хотелось тоже вам рассказать вообще считаю ну я наверное такой редкий блогер который частенько что-то ругает какие-то ароматы но не люблю я вот так вот искать какие-то плюсы в аромате который мне но никак не заходит и хвалить и использовать хотя бы так вот говорю как думаю пока что вот с ним я не очень дружу да он слишком пудровый слишком закисливается это пудровость в нем не знаю не похож мне кажется на ароматы которые с которым его сравнивают там и кинзо по моему кинзо у меня есть вот ливанте да пудровость некая сходная ванильная пудровость прослеживается но здесь она явно так сдобрена еще вот этим вот мужским одеколонистым мускусом что вот как-то так давайте приступать к следующему ароматику следующий аромат тоже я все тут в коробочках у меня не в коробках хранятся поэтому я пошуршу тоже кстати синенький флакончик так и отставила коробочки вот такой вот флакон не очень популярный бренд скажем так это у нас кейт спейт так но я покажу так вот кейт спейт и аромат кейт спейт нью-йорк аромат называется спаркл по-моему в этой линейке там два аромата вот синенький и есть еще розовенькие вроде как на тему земляники 40 миллилитров как-то я буквально за 14 евро его покупала на нотина просто ради интереса такие потрясающие у него ноты кто покупает вообще ароматы вслепую меня поймет здесь у нас черная смородина розовый перец пион боярышник еще здесь у нас ваниль крем-брюле и кедр ну то есть такие ноты приятные красивые крем-брюле если я вижу то как-то меня это вообще здесь вкуснейшее сладкое начало да в стиле туфельки каролина эреры с чем его и сравнивают очень такой округлый у него запах округлый ванильный такой приятный поначалу даже возможно представить какую-то чернику себе не знаю почему-то не смородина мне какая-то черника с крем-брюле возможно мерещутся учитывая то что я знаю ноты но потом вылезает здесь розовый перец и не заявленный мускус и почему-то для меня вылезает здесь тоже не заявленная роза и вообще-то превращается по итогу в такую смесь вот этих вот разных популярных ароматов еще он очень многим нравится но явно не мой вариант сколько я его не наносила сколько не пыталась вот эта роза роза какая-то как манталевская где вот это вот интенс кафе которая вот прям такая розище не знаю мускусная в общем ваниль крем-брюле крем-брюле и что там еще черника все это как-то улетучиваются стойкость здесь просто не знаю очень хорошая стойкость на блотере держится вообще не знаю там пару дней так точно с кожи с кожи кстати звучит чуть-чуть помягче нежели с блотера с блотера как-то это роза еще более такая жесткая с кожи она немножечко ну это понятно быстро быстрее происходит процесс с прикасанием к телу в общем-то но все равно все равно стойкость шлейф опять-таки повторяюсь но аромат не мой и но от carolina rr и здесь вот только вот какие-то вот эти вот начальные яркие взрывные нотки ничего такого гурманского сиропного я здесь не слышу такой аромат красивый флакончик тоже возлагала надежды но кому-нибудь подарю знаете мне эти ароматы целые и такие ароматы мне кажется не стыдно подарить в общем то потому что они имеют хорошие технические характеристики поэтому почему бы и нет давайте двигаемся дальше у меня здесь подсказки кстати чтобы я не терялась что говорить я тут все тестировала все пыталась как-то понять давайте следующий аромат будет сегодня у нас вот такой вот мне здесь и блотер все подписано это у нас бренд диск вайрд 2 аромат красное дерево redwood там нас и вот такой вот флакон этот флакон я покупала не вслепую но вот бадья возможно надо было купить тридцатку или там пятидесятку несколько раз его тестировала в магазине в тот момент я просто была в погоне за какими-то ягодными ароматами и здесь была заявлена нота клюквы здесь такая классная магнитная крышка вообще такой добротный флакон целая бадья скажем так и старт у этого аромата на самом деле вот потрясающе если честно яркая терпкая клюква она здесь есть она такая с кислинкой личи это очень вкусно это ярко это сочно фоном здесь есть благородная такая древесность не очень громкая но самое основное здесь начинается буквально вот сразу после того как уходит верха аромата они слетают довольно быстро вот это вот терпкость клюквенная вообще от нее не остается и следа я бы не сказала что это какой-то компот как некоторые описывают его для меня аромат этот трансформируется во что-то такое типа гель для душа или шампунь или знаете явное вот раньше такие были модные сейчас вообще тоже вот всякие тоники либо косметика вот с нотой розы именно вот что-то такое очень мощная не тихая очень громкая именно вот это такая розная нота при этом она шампунистая такая мыльноватая но для аромата чистоты я считаю что он слишком громкий для аромата древесно-фруктового он слишком мыльный и мало фруктов как бы здесь получается и не хватает мне кажется ему вот прям какой-то сладости я бы в какой-нибудь сироп бы сладкий сюда добавила не знаю вот что-то такое за что зацепиться чтобы его не делала вот таким каким-то и причем я не скажу что он разбавленный и что он какой-то не громкий это что-то становится такой прямо цветочно-мускусно-мыльное вот слегка слегка фруктово-древесное хотя фруктовую можно даже убрать там фруктов по моему не так много но он у меня настоявшись это надо иметь ввиду про него вообще говорят вроде что не стойки но у меня он стоит уже года три если не четыре и вот я так постепенно его пытаюсь разнюхивать вот с блотера сейчас очень сильно пахнет он даже пахнет даже горько как-то пахнет вот эта роза здесь ее слышу даже перец какой-то здесь по-моему есть все это как-то горько слегка слегка терпковато при этом мыль на в общем аромат вообще необычный такой и даже в нем что-то есть что-то есть но на мой именно вкус и цвет и все такое не хватает ему чего-то такого вот как есть так есть так и говорю девчонки без приукрас в общем такой аромат следующий следующий я довольно быстро кстати справляюсь но вот как то так я хотела вам показать эти ароматы но чтобы видео не затягивать два аромата осталось и так это вот такой вот агент-провокатор аромат называется поталь интенс вообще он уже отгремел свою популярность про него сейчас уже никто не говорит все очень много ароматов забытых даже со времен я не говорю какие-то там классика и вот эти все громкие парфюмы поэм и вот эти все которые все любят но сейчас столько всего выпускается что даже вот такой вот какой-то бюджетный люкс который раньше все любили и хвалили он просто уходит куда-то в небытие стоит всех по шкафчикам люди думать забывают что у них что-то такое есть короче флакон этот флакон я покупала в погоне за красными флаконами тот момент мне казалось что красные флаконы это что-то фруктовые это что-то в тему вишни ну либо вот про что-то такое страстное сладкое терпкое что-то такое в общем то давайте я нотки все-таки здесь зачитаю хочется мне здесь у нас лакричник ежевика по-моему на том какая-то даже сизо или что-то такое стручковый перец чемпака цветок такой желтенький красная роза лотос ваниль кожа амбра не могу вычленить здесь ни одной конкретной нотки для меня это пачули я не знаю почему откуда они здесь не заявлены но я вот их стала слышать в ароматах может быть потому что я их не люблю здесь они нежные они даже в какой-то момент мне кажутся ванильно-кремовыми из флакона это так пахнет ни на что не похоже похоже только ноты пачули на какие-то ароматы но опять-таки они здесь настолько хорошо замиксованы эти пачули они не выпирают сейчас я тестирую с блоттера здесь у меня уже ближе к базе и знаете я решила посмотреть когда вот описывал этот аромат и вообще давно не смотрела какие ноты с чем сравнивают и на первом месте там стоит angel мюглер и которые звездочка голубая такая звездочка этот аромат на втором месте пачули вы ну то есть здесь просто наверное не указали эту нотку в пирамиде либо какие-то другие ноты может быть чем пока что-то в сочетании дает ноту пачули я не знаю но почему-то мне кажется что здесь есть пачули все-таки пачули лакричник роза кожа перец амбра но все эти ноты они такие довольно таки тяжелые да на любителя все что я вам сейчас назвала ну лакричник вообще не все любят розу тоже не все воспринимают ну кто-то фанатеет от розы перец тоже знаете ну то есть такие как сказать то с но ты противоречивый вот правильное слово и так не сложилось у меня со смесью этих сложных нот но для меня этот аромат не звучит как-то пошло как про него когда-то говорили когда он гремел что даже кто-то пошло говорил там хорошем смысле что там страстный сексуальный для меня он какой-то более такой спокойный он очень благородно звучит на самом деле он приятный и мягкий как для пачули его во именно аромата я бы не назвала его каким-то супер мега громким хотя это сколько нанести опять таки да и вот если вы любите пачули в ароматах и любите пачули благородный мне кажется он такой какой-то такой больше даже вечерний но не скажу даже что на какое-то событие он не особо праздничный вот какой-то такой осенний тихий спокойный пачули его лакрично там они за розу кстати здесь я не слышу слава богу для меня это вообще чисто какие-то пачули и они такие слегка слегка ваниль на карамельные очень так разбавлено все ну вкусный приятный просто опять таки не моя нотка но вот вообще нет какого-то у меня к нему плохого ощущения надеюсь вы меня понимаете на самом деле давайте заключительный на сегодня парфюм очень многими тоже любимой поэтому не кидайте в меня тапками вот у меня блатер здесь сейчас не нужно срочно проветривать потому что эти ароматы все довольно таки мощные и у них у всех очень хорошие технические характеристики и так вот такой вот яркий красивый трусарди у нас sound of дон на 50 миллилитров у меня вот такой красивый флакон здесь с вот этими вот железными вставками по моему не везде они есть то есть не на всех версиях по моему в тридцатках даже такого нет это вообще абсолютно неважно флакончик такой же как и просто донны но я считаю что этот аромат к донни не имеет вообще никакого отношения то есть созвучая я лично не слышу никакого почему сделали его именно фланкером я считаю что то совершенно как сказать самостоятельный парфюм сладкий да сладкий миндальный да очень миндальный лактонный там заявлен нет цветочный древесный пудровый теплый пряный все сложное тоже и все в одном флаконе и тоже зачитаю нотки здесь зеленый миндаль мандарин магнолия тубероза гелиотроп роза взбитые сливки каштан пачули сандал ну тубероза сложная нота гелиотроп сложная нота пачули сложноватая нота не знаю магнолия наверное зеленый миндаль таши не самый шлейфе Это просто так красиво Я вот когда напшикала, его ушла уже Вернулась потом на балкон, где я его пшикала Это очень красиво, это богато Это звучит очень богато Вот с блотера Даже на себя я не рискую его наносить Но вот с блотера, когда он рядом, и я его подношу к носу Это настолько цианидно для меня И что в носу появляется чувство свербения Когда вы только простудой заболеваете И нос начинает закладывать И начинает прямо щипать вот так Носу прям свербит И хочется почесать И не знаешь вообще, что в этой ситуации делать Хочется либо погреть, либо посморкаться Не знаешь, вот такое ощущение цианидности Прям не знаю Это не нежно и не лактонно Это не похоже Как-то на лактонность На каштаны какие-то Не знаю Взбитые сливки Нет Для меня это Что это для меня? Вот с разными его сравнивают ароматами И я их даже принесла, не поленилась Я увидела, что там сравнивают с Ярой Ну вы знаете, как я отношусь к Яре Для кого-то это там зефир клубничный Все такое Я эти красивые ноты здесь практически не слышу Я слышу очень резкое, мускусное Колкое, такое цветочное что-то И что-то здесь действительно есть Вот именно то, что я слышу здесь Есть для меня и здесь Сравнивают его с Рибель И да, здесь есть вот эта вот сладость Вот эта вот сиропность Вот эта именно вкусность, которая здесь Но здесь нету вот этой сложности Поэтому как-то имейте это в виду Этот просто сладкий Такой попроще Хочу, кстати, его поносить Хочу тоже сделать подборку Из более таких ароматов Также сравнивают еще с вот этим его Ну вот этот И чем-то да Вот они тоже похожи Но здесь нету тоже вот этой цианидности Нету почули Нету туберозы, насколько я знаю Здесь есть некая, возможно Даже не сливочность, а больше сандальность И ваниль Но это вот просто Я не говорю, что это похоже Но вот это все какие-то Откуда-то я слышу хорошие ноты в этом Вот отсюда хорошие нотки я слышу Отсюда хорошие нотки я слышу То есть он взял лучшее из этих ароматов Отсюда я слышу вот эту колкость В общем Все это, вы понимаете для меня Цианидно, почули, гелиотроп Все это сложно Для меня Это очень громко и очень навязчиво Для меня это неносибельно Ну потому что я все-таки Хочу аромат понимать Который я ношу Хотя бы немножко Хочу, чтобы Ну вот Если просто носить ради того Чтобы за вами шлей И спрашивали, что за аромат на вас Шлейф будет потрясающим То да Почему бы и нет Но возможно-таки Мои вкусы поменяются Хотя тоже уже как пару лет Он у меня стоит, настаивается Если любите вот что-то такое Устали вы Вы устали от няшек Вкусняшек каких-то ванильных И хотите что-то такое Ух То может быть Вам так вот Это и нужно На этом Я буду заканчивать Надеюсь вам интересно было Так вот эти вот здесь Затесались И Яра тоже Так Такие флакончики Напишите у кого есть Я знаю многие Многие даже Напишут, что обожают Вот этот например аромат Кто-то любит Многие обожают Вот этот Многие Ну это такие ароматы Которые на слуху Которые я покупала Вслепую Именно по отзывам Потому что все их хвалили Вот так вот бывает Все хвалят А я придираюсь Мне не нравится И как-то так происходит Ну если наверное Делать рейтинг От По местам От одного до пятого То больше всего Носибельнее всего Из этого Мне нравится Вот этот вот Fatal Intense Потом наверное На втором месте Я бы сказала Что это Кейт Спейт У нас будет Потом это будет Наверное Redwood Потом это будет Скорее Трусарди Потому что все-таки У него есть какая-то Вот эта вот Вкусность Сиропность И какие-то хотя бы Сладкие ноты Которые мне близки Которые мне нравятся Ну и Бизанс Который для меня Вообще супер Мега сложный Кислый Пудровый Деколонисто Мужской Будет тогда На пятом месте Спасибо большое За просмотр Пишите Пишите Давайте общаться Давайте будем Все вежливыми Всем желаю добра И всем Пока-пока